всем привет в этом видео я покажу как работать со слоем макап банифейс версии 3.2.20 то есть переносить анимацию с какого-то облака точек на контролы банифейсной модели поехали я гружу облако которое я в интернете нашел так из файла бвх ну в принципе без разницы откуда это облака возьмется лишь бы было так здесь что-то у меня появилась значит для начала расположим его рядом с лицом так так оно похоже там с другой стороны да сейчас поверну так не стоп не ротейт нужен так ротейт на 90 сто сто восемьдесят градусов так и скейл зарутся я сейчас от скейлю подвину так да собственно показать тут еще есть авишка была так пардон вот собственно чё это за такое вот оригинал то какой вот такой ну вроде похоже на то что нам надо да единственное чё нужно было уменьшить вот эти вот все маркеры атака не дай микки так ну может быть наверное их лучше уменьшить обычным скейлом локально каждый но чуть-чуть опа ну-ка так так все Спасибо. Так, для начала нам нужно сделать головную кость. То есть, точнее, не головную кость, а маркер для головной кости. Потому что здесь мужик там головой на рефе болтал, а маркера под шею никто нам не предоставил. Поэтому сделаем такую вот хитрость, чтобы наш персонаж тоже головой болтал. Сделаем вот чего. Создадим Point. Так, выровняю-ка я его. По вот этому поруту. X, Y, Z, Center, Center. Так. Увеличу размер. И лукэтом его направлю вот сюда. Так, проверю, нет ли у меня у этого поинта перекрутов. А вот есть. И поэтому вот здесь вот поставлю Z. То есть, поинт может... Вот этот вот поинт может прокрутиться на 180 градусов, а... Так же быть не должно. И вот, чтобы он только наклонялся влево-вправо и вперёд-назад, поставить вот здесь просто другую ось. Вот была X, и вот он весь перекручивается. Поэтому я поставил Z. И всё. Вот такая вот подготовительная работа. Теперь, собственно, можно запускать Boniface. Поехали. Открываю Drive. Создаю новый слой макап. С нуля всё. Я, кстати, не готовился, так что я как делаю, так и делаю. Всё, что будет, все ошибки, все вы увидите. То есть, полная импровизация. Так, выделяю Headbone и выделяю Point. У меня выделено вот здесь вот два объекта. И жму на зелёную руку. Что происходит? Происходит связь между вот этим Point и головной костью. И сейчас, если проиграть анимацию, то у нас голова будет болтаться туда-сюда. Вот. Так, это раз. Теперь. Среди вот этих вот всех цветных маркеров нужно найти, в первую очередь, те, которые соответствуют основным софтам. То есть, жёлтым Control and Boniface. Я обычно начинаю с челюсти всегда. То есть, я выделяю, во-первых, вот здесь вот выделяю Control челюсти. И выделяю маркер для челюсти. Он, по-моему, вот этот вот. И жму опять же на зелёную руку. А вот чин, как раз он подбородок и есть. Вот у нас уже пошла анимация челюсти. Сейчас здесь нет ключей на контролах Boniface непосредственно на них. Ключи есть только на маркерах. То есть, принцип какой. На слое макап создается связь через скрипт-контроллеры между маркерами и контролами. На самих контролах ключи не создаются. То есть, их можно после создания вот этих всех связей необходимых запечь. Ну, позже покажу. Но сейчас никаких ключей на них нет. Но зато есть интерактив. То есть, можно в любой момент поменять вот эти вот веса x, y и z и проигрывать анимацию постоянно, добиваясь нужных результатов. Так, где рот широко открывается? Так, вот такого быть не должно. Ух ты, здесь даже по y уже вон сколько. Минус ушёл. Так, давайте тогда... Во-первых, ноль. Вон виноват был z. Я по z слишком много сделал изначально. То есть, в принципе, для вот этого челюстного контролла z вообще не нужен. Потому что здесь z торчит. Ну, если вы помните, x лево-право, y вверх-вниз, а z по нормали. То есть, z локальный у любого контролла торчит на пользователя примерно. Ну, в общем, вот в эту сторону. И z вообще не нужен для подбородка, поэтому z можно смело занулять. z нужен будет для контролов губ. То есть, если нужно, чтобы губа упячивалась, то там по-любому придётся z какой-то ненулевой ставить. А для большинства контролов z можно ставить нулю равным. Так, ну а теперь по y уже слишком мало. Пусть будет 80. Так. Ну, более-менее. Ладно. Так, теперь идём дальше. Делаем софты. Следующий. Так. Нижний. И верхний софты я соединил. Смотрю результат. Так. Перебор. Перебор. Но. Перебор он. Короче говоря, это хороший перебор. Почему хороший? Потому что можно в самом начале исправить позу. То есть, можно выделить. Вот сейчас, во-первых, я уберу вот здесь вот маркер, чтобы у меня выделялись только контролы. Потому что иначе у меня выделяется контрол и маркер. Вот, например, если вот так вот поставить, то будет выделяться по два. Сразу контрол и маркер выделяется. Вот. Но я не хочу сейчас трогать маркеры. А я хочу двигать контролы. А чтобы мне их выделять было легко, я вот эту штуку уберу. И выделю, например, вот контрол. Так. Вот там нижние губы софт. И его просто подвину вниз по локальной оси. То есть, подразумевается, что нулевая поза, когда маркеры все, ну, в расслабленном положении, вот, поза резет соответствующий маркер, она, допустим, вот будет в нулевом кадре. И поэтому вот в этом нулевом кадре я подвину уже сразу контролы. Так, как мне нужно. И сейчас уже не будет вот этой ерунды. То есть, контрол нижний не залезет, по крайней мере, вот сюда, выше верхней губы. А что касается его веса. То есть, вот он уходит слишком вниз. Это легко достаточно исправляется через вот этот вот Y. Например, 40. То есть, здесь в чем дело. Челюстной контрол, у него вес по Y 80. И он по-любому тащит за собой еще и софт нижней губы, потому что роту модели открывается. И поэтому для нижнего софта, софта на нижней губе, нужно ставить вес меньший. И впоследствии, если, допустим, еще и линка директы сюда, то на директах вес еще меньше будет, потому что предыдущие софты с большим весом таскают за собой директы. Так, сейчас я поправлю это дело еще, чтобы он совсем хорошо выглядел. Кого здесь почему-то его вверх нужно тащить. Так, сейчас все починим. Так, проще это исправить по-другому. Сразу ноль. Сразу вверх. Так, нормально. Теперь прибавим, допустим, 30 по Y. Так, теперь топ. Топ ноль. Ну-ка, я к тем привязался. К тем. Нормально. Так, верхний подвину. Точнее здесь. Так, а проще? Ну-ка. А нет, у меня здесь. Фримайл резет. Нет. Придется двигать вручную. Ну-ка. Так, все. Так, все. Так, все. Сделать. То есть, получилось так, что двигать их изначально не нужно. Только ещё добавить мне по игреку для верхнего контрола. Вот. А так в самом начале достаточно позу резет применить. То есть, я вот вначале их подвинул. Но, как оказалось, зря. Сейчас просто ещё чуть-чуть убавить у нижнего, и всё будет нормально. Так. У нижнего не 30, а там 20, например. Так, ну, терпимо. Я пока сейчас ставлю все веса более-менее приблизительно. Потому что потом всё равно это выглаживать ещё можно, во-первых, больше софтами, больше директами. Процесс достаточно долгий, но зато интерактивный. Чего раньше не было. Продолжаем дальше. Линкую углы рта. Софты. О, перебор. Так, по иксу слишком много. Так. 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 Так, сойдет пока. Все, только все-таки сделать нижнюю гугу нормально. Так. Намучаюсь я с этими весами, конечно. М-м-м. М-м-м. Ну вот, более-менее. Так, давайте разберемся с глазами. Так, Eye Center, а где здесь у нас закрывалки-то? Eye Brow, это уже брови пошли. Right Eye Upper Eyelid. Что, правда? Она закрывается? Ну, похоже, это она. Так. Так, для отделки. На каком-то кадре должны глаза закрыться. Видимо, что-то нет. А, может быть... Так, секундочку. Сейчас мы им поставим по сотне. О! Надо же как угадал. Так. 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 Так, так. Так. а похоже там еще не одинаково глазами моргает тогда сделаем поменьше и залинкую я еще пожалуй брови так брови брови у нас это контролы ну так похоже да вот они залинкую софты скрипт берет выделения со сцены так что не обращайте внимание здесь просто интерфейс не обновляется и несмотря на то что здесь выделено два красных кружочка на самом деле выделен только вот один вот этот контрол ровно и все ну и плюс еще соответствующий маркер им так вот брови для бровей по иксу нужно добавлять и вот добавилась анимация и для бровей так поскольку здесь ковыряться с весами для прочих остальных контрол в допустим чтобы сделать нормальное движение губ нужно еще будет линковать директы и этот процесс долгий поэтому всего в общем я слишком много времени потрачу а вам наверно не интересно будет смотреть двухчасовой туториал по настройке всех вот этих вот весов поэтому сделаем проще я на сайте потом публикую все данные и на самом деле не данные а вот эти вот все короче говоря линки я их называю линке то есть какой контрол которому маркер соответствует и вес для них вот они сохраняются файл bfl вот такие вот файлы bfl у меня для другого проекта сделано вот вот такой вот линк файл вот если он есть то никаких проблем с последующим созданием акап слоя даже с нуля у вас не будет вот и такой вот файл линк правильно для всех контролов я когда сделаю просто выложу еще и потом каждый может быть может убедиться и загрузить вот это же облака . и после прогрузки файла с линками анимация будет такая как нужно а сейчас я просто покажу чего делать дальше то есть как на вот эти вот самые кружочки перенести собственно анимацию анимация на кружочке переносится вот таким вот макаром вот на эту галочку щелкайте и и появляется окно для трансфера то есть переносы анимации со слоя макап с какого кадра по какой будет или нет анимироваться головная кость то есть перенести на нее ключи или не переносить вот эта галочка за это отвечает и куда девать то есть я рекомендую переносить анимацию на новый нормальный слой чтобы макап остался они допустим не в этот же макап лейер потому что тогда конвертируется и потеряется ну с другой стороны если у вас есть файл линков то ничего страшного но лучше все-таки на новый а а вот здесь поставить тоже второй вариант и это значит что установка весов макап слоя будет нулевая то есть потом если что его можно включить вот и все и жмем на кнопку окей сначала копируется координат с маркеров потом они добавляются на контрол все теперь активировался нормальный слой здесь все настройки пропали макап 0 нормал 100 на кружочках на всех на контролах есть ключи вот они вот сейчас нет ключей есть ключи все на этом тоже есть но на всех короче говоря можно проиграть анимацию вот анимация перенеслась вот таки дела теперь из этого нормального слоя можно например анимацию сохранить в ани файл через анимейшн мод ну либо можно например вернуться обратно на макап нормальный слой грохнуть сейчас никакой анимации все как видите нет только на головной кости она осталась потому что с головной кости банифейс сам вручную ключи не удаляет то есть достаточно например просто сейчас выделить головную кость где тут она у меня сейчас я ее выделю вот и ключи все с нее опа сотру все анимации нема ну и теперь допустим вот вернуться на макап поставить то и сейчас увидите прикол никаких вот здесь вот ничего нету вот поэтому обязательно нужно сохранять файл с линками бфл сейчас я его загружу где он у меня был вот он и они все появятся вот все единственное что в самом начале вот я применял позу резет вот то есть начальную позу тоже полезно сохранить чтобы потом ну то есть допустим самая первая поза она не обязательно может быть резет допустим вдруг у вас макап файл поступил и там сразу рот раскрыт и вам понадобится тоже в самом первом кадре рот раскрыть вот и эта поза она важна и когда вы делаете макап вы сохраняете обязательно бфл файл и файл начальной позы и тогда уже можно не переживать за то что там у вас может краш случится или еще чего нибудь с максом либо там с бонифейсом тьфу тьфу вот если у вас есть файл бфл и файл начальной позы это все восстанавливается буквально там за секунду вот ну когда я настроил вот этот файл я запишу анимацию результирующую и на сайт положу вот этот файл бфл с правильными линками чтобы каждый кому интересен макап в бонифейсе попробовал его и убедился что все переносится нормально а для демонстрации достаточно того что я сделал спасибо за внимание до сих пор до сих пор я показываю